Добрый день! Тема у нас сегодня, скажем честно, непростая и для нас, как для городских властей, неприятная и болезненная. Потому что находимся мы сегодня все в такой экономической и политической ситуации, что нам, независимо от нашего желания или нежелания, приходится принимать непопулярные решения. Одно из таких непопулярных согласований мы вынуждены были принять вчера и согласовать проезд в городских маршрутках, поднять его с 3-5 гривен. Это вынужденная мера. Мы прекрасно понимаем, что выборный год, мы прекрасно понимаем, что люди сегодня мало обеспечены. Мы осознаем, что правительство сегодня не способно справиться с курсом национальной валюты, который скатит не поднявым часам. не способно совладать с ценовой политикой в сфере полномастыльных материалов, принят указаты и так далее. Все эти факторы сегодня делают заложниками и городскую власть нашу, и всех одесситов, и всех граждан нашей страны. Мы прекрасно понимаем, что если сегодня литр дизельного топлива стоит 27-28 гривен, то при себестоимости переезда, проезда сегодня, как требовали нас вчера перевозчики, и мы сегодня пригласили их сюда тоже, требовали 12 гривен, минимум 10 гривен, мы просчитали, чтобы они хотя бы не работали в убыток, хотя бы работали в ноль. И наш департамент экономики согласовал поднятие тарифа до 5 гривен не больше. Мы понимаем, что это сложное решение сегодня даже тяжким временем не только на кошельке одесситов, но и на бюджет нашего города, потому что для того, чтобы облегчить каким-то образом вот эту тяжкую ношу с повышением цен, мы вынуждены оставить в прежнем тарифе проезд в городском электротранспорте. Хотя это наше родное коммунальное предприятие, и, скажем, в вопросе развития уже даже речь не идет, сейчас речь идет хотя бы о выживании предприятия, и мы сознательно вынуждены его держать на уровне нерентабельности, для того, чтобы они действительно могли хоть как-то пережить вот этот тяжелый период, пока правительство справится с социальными обеспечениями вопросов проезда левончиков, на тот период, пока, скажем, не выравниваются пенсии и зарплаты с тем скачком курса валют, который произошел. Мы понимаем, что есть большие проблемы. У нас национальный производитель наших автобусов, компания «Богдан», производит только каркасов, если я не ошибаюсь, да, а всю внутреннюю начинку производит в Корее и в Японии. Значит, все детали, которые приходятся завозить, это детали иностранного производства, покупаются они завозить. То же самое с бензином, с дизельным топливом, с мазутом, со всеми остальными вещами. Не секрет, что последнее повышение цен минимальное мы проводили в 2004 году, а два этого проводили, наверное, 7 назад. Поэтому, скажем, мера вынужденная, каким мы это или нет, мы просто хотим попросить у ВАДИСИТов, пользуясь случаем через средства массовой информации, какого-то понимания, что мы стоим сегодня перед тяжелым выбором. Нам нужно либо полностью остановить перевозки в городе, а к этому, в общем, ситуация уже подошла, потому что, если кто не знает, то последнюю неделю на маршруты нашего города по невозможности обслуживать эти маршруты не выходило до 300 маршрутных автобусов. И все равно ВАДИСИТы вынуждены были пересаживаться на городской летотангу. То есть эта ситуация требовала решения. Вчера этот нарыв взорвался, и мы имели большую акцию протеста перевозчиков и стенами мэрии. И не считаться с этими людьми мы, к сожалению, не можем. Нам придется либо остановить эти перевозки, либо поднять рейд. Мы выбрали вот такое непопулярное решение и пытаемся вам его теперь объяснить. Вот такая вот картина. Значит, какие перспективы? Если верить правительству и председателю Национального банка о том, что после получения кредита Международного фонда гривна стабилизируется на курсе 21-22 пункта по отношению к доллару, то, в принципе, если на этой позиции сегодня она имеет 26-27, на его рынке повыше. Значит, если будет вот такой вот курс, то в какое-то время, если не будет никаких источков, мы сможем удержаться на тарифе 5 гривен для маршруток и на прежнем, может быть, немножко приподнимем, там, тарифе 5-30 копеек, значит, на горле транспорте. Значит, мы не планируем резкие повышения на горле транспорте до того момента, пока не будут подняты, в общем, цены на электроносители по всей стране. Если цены на электроносители возрастут, это автоматически повлечет за собой повышение проектов в горле транспорте, независимо от того, каким мы это или не видим. Вот такая, к сожалению, ситуация. Все должны понимать, что мы живем в состоянии войны, которая почему-то до сих пор называется перегеем. Мы живем в эпоху экономической стагнации, где в экономических расчетах на этот год заложена инфляция на уровне 25%. Это катастрофа для любой страны. Мы прекрасно понимаем, что сегодня мы принимаем бюджет выживания, а бюджет развития будет съеден к курсам нашей валюты. Вот для примера, я вам сейчас приведу пример. У нас в бюджете развития сегодня запланировано 4 миллиона гривен. Было запланировано в декабре. 4 миллиона гривен на развитие и поддержку нашего горле страны. Значит, 4 миллиона гривен в декабре, если перевести их в валюту, и 4 миллиона гривен сегодня, это, как говорят в Одессе, небольшие разницы. А к концу года из-за этих 4 миллиона гривен может не остаться ничего. Так и этих денег нет, потому что их еще мы должны собрать в качестве налогов с тех граждан, которым не повысили зарплаты, не повысили пенсии и так далее. Вот в такой экономической ситуации и реальности мы живем. Поэтому говорить о том, что популярная мера и непобулярная, там мера и непобулярная, многое нуждается. И, к сожалению, другого варианта мы не нашли. Если в зале есть умные люди, может быть, они нам подскажут, как нам прожить. Потому что мы не совсем нам за все понимаем. Я думаю, что департамент экономики чуть-чуть что-то в этом деле смыслит, и нам сейчас расскажет. Есть ситуация по другим городам, то следует отметить, что, например, в Киеве тарифы на пассажироперевозку в режиме маршрутной такси на сегодняшний день составляют уже от 350 до 6 гривен. С 10 февраля на КПК «Постранс» были введены новые тарифы. Активно обсуждается вопрос о повышении тарифов в таких городах, как Николаев, в таких городах, как Микропетровск. Причем там обсуждается ситуация повышения тарифов не до 5 гривен, а от 5 гривен и далее. То есть здесь обратно пассажироперевозчики требуют, пытаются ставить свои условия, причем вплоть до того, что до остановки движения и так далее. Следует отметить, что также в Харькове 4,50-5 гривен. На данный момент есть тариф. То есть нельзя сказать, что только Одесса. Вся страна в таком режиме живет на данный момент, и все крупные города живут в режиме возможной остановки транспортного движения пассажироперевоза. Если посмотреть на структуру тарифа, то на сегодняшний день следует сказать следующее. Последний раз, в добавлении к Алисе, в последний раз в апреле прошлого года пересматривались тарифы до уровня 3 гривен, и тогда стоимость бензина составляла 11,50-12 гривен. На сегодняшний день стоимость бензина без топлива абсолютно другая. И следует отметить, что в структуре тарифа порядка от 41 до 49%. В среднем 45% в структуре тарифа это короче стазочный материал. В добавлении к Алисе Борисовичу импортные составляющие в запчастях, в аккумуляторах, в шинах и так далее. Здесь тоже сказывается нестабильность национальной валюты и нашего валютного курса. Если по запчастям, то в структуре тарифа это порядка от 10 до 13% затраты на запчасти и на ремонт и так далее. То есть 45 плюс 11, 13% мы уже имеем порядка 55-58% в структуре тарифа. Это только те импортные составляющие, которые максимально оказывают влияние, к сожалению, отрицательное, на наших перевозчиков, соответственно, на наш тариф. Остальные затраты имеют привязку к национальной валюте. Это заработная плата, это какие-то отчисления в социальные фонды, это НДС и так далее, уфлата налогов и все остальное. Большая часть тарифов имеет привязку к импортной составляющей. В связи с этим город вынужден пойти на такие меры на данный момент. Спасибо большое. Есть еще несколько вещей, на которых мы теперь обосновлены. Может быть, они напрямую не связаны с тарифом, но в том числе говорят о том, какие меры мы предпринимаем. Кроме сохранения тарифа на городе «Экотранспорт», «Экотранспорт», «Экотранспорт» сегодня в тестовом режиме выпустил два новых автобуса большой вместимости, которые все-таки до момента повышения цен на проезд и до вот этих больших скачков валюты мы запланировали ввести сегодня и поставить на баланс коммунального периодия «Экотранспорт» с тем, чтобы повысить качество услуживания наших пассажиров. Все прекрасно понимают, что маршрутки малой вместимости не слишком комфортабельны и не так, скажем, презентабельны не только выглядят, но и даже в вопросе комфорта проезда пассажиров. Несравнимы с большими автобусами, что используется во всех цивилизованных правах его. То есть мы в ближайший месяц готовы ввести уже сегодня новые 65 автобусов большой вместимости и поставить их на городские маршруты до конца года. Планируем повысить это количество до 200. То есть понятно, что одесситы сегодня от городских властей получили новый тариф, что он дали по этим карманам, но мы вслед за этим хотим все-таки людям предоставить возможность передвигаться в нормальных пассажировных автобусах, которые летом будут кондиционированы, зимой будут подогреты, где будут нормальные проходы, где люди смогут нормально клачевать за проезд, где будет хотя бы тот комфорт, который стоит этих денег, и будет понятно, что эти деньги будут. В данной ситуации вы задали какой маршрут? Предполагается, что, если говорить, уже на 190 маршруте, 190 маршрут работало в четверг, в пятницу два автобуса в тестовом режиме. Сегодня работает один автобус, потому что, ну, по вполне понятным причинам, что сегодня, чтобы заправить этот автобус, по этой силе стоимости топлива, надо 2800 гривен заплатить, только на диз топлива. И вот эти маршруты, машины, которые планируются поставить на маршрутах, планируются, вы знаете, есть проблема вывоза и пассажиров, и на поселок Котовского, и на Таирово. То есть планируется один маршрут, это 190, и второй маршрут, предполагается маршрут следования от Архитекторской до Вильямса, на Вильямса направо до Люздорской дороги, по Люздорской дороге на Скоростную дорогу, по Скоростной дороге направо на Трис-Алумумба, и дальше по 9-му троллейбусному маршруту, ну, и полностью по 9-му троллейбусному маршруту. Ну, смысл, чтобы и с севера, и с юга максимально быстро и комфортно доставить центральную часть города. Это 65 автобусов, да? Сакцентировать таким вниманием, сейчас расскажем об этих автобусах, первые два автобуса мы пустили в тестовом режиме по старому тарифу, мы, чтобы быть абсолютно уверены в том, что нас никто не дурит, и мы сами себя не обманываем, взяли представителя общественной организации, его название, это мы там где ищем-то, да? Да, это контроль за... за практикой, как-то так что-то называется, общественная организация, вот, известный парень общественный по действиям, он много лет занимается общественной деятельностью, мы ему предложили самому упробовать себя в роли кондуктора. Он два дня работал на этих городских маршрутах, сам лично собирал деньги, значит, сдавал таксу и так далее. Вот он сказал в конце рабочего дня, что на большом автобусе после заправки и после всех процедур, которые необходимы, заработок был минус 600 гривен в день. Вот он обожжался результат старого тарифа, то есть, минус, да, в день. Минус 600 гривен в день. Поэтому, то есть, те билеты, которые продавались по старому тарифу, минус та заправка, которая произведена была в этот день, оставалось в балансе минус 600 гривен. Поэтому на сегодняшний день, скажем, вопрос, от действительно назрел, каким мы этого или нет, и работает себе убыдок, к сожалению, даже если мы будем брать за горло этих перевозчиков, никто не станет. Но мы вынуждены, как или иначе, идти к нам встречу. В день зале, кстати говоря, присутствуют представители тех компаний, и перевозчиков, и профсоюзов, которые вчера проводили акцию протеста возле морей. И вы сами сможете с ними пообщаться, вместе с ними, как им живется, и вместе с ними просто ими. Вы говорили, что будет два маршрута, то есть это пока будет действовать два автобуса, или 65, или все 200 автобусов будут на эти маршруты. В общем, какое будет развитие? И финансовое составляющее. Откуда деньги? Сколько надо еще уложить? На сегодняшний день мы не думаем закупать эти машины, так как денег на это нет, ни у города, ни у кафе. Эти машины мы возьмем в аренду. И у нас мы с помощью общественников, с помощью этой ассоциации вышли на берлинский автобусный парк, то есть и берлинский автобусный парк через... В общем, вызвались инвесторы, которые готовы закупить там эти машины, завезти сюда и передать их городу в аренду. На сегодняшний день уже 65 единиц машин закуплено. Сейчас эти автобусы еще в Германии, но они уже закуплены, и я думаю, в течение месяца будут здесь. Машины все не новые, машинам 8-9 лет, но это машины, которые по качеству, наверное, к сожалению, так скажем, намного выше, чем новые наши Богданы с эталонами. Они думали признаки брать? Это пока... Пока на данный момент, так как это тестовый режим, мы хотим, знаете, какой-то опыт шишки набить. Вот возьмем в аренду, несколько месяцев, полгодика пощупаем, и если будет экономика, хотя бы нулевая, не в убыток, то будем это рассматривать в ближайшее время. Таня, пожалуйста, можете... Олег, если вы скажете, пожалуйста, вы сказали, что больше моих не будет в США, с чем 5 лирей, если было расстановлено цена обменки 21-22, а если нет, какая банка? Смотрите, я, к сожалению, не президент страны, и легче, наверное, тем более не прийти к национального банка. Поэтому при всем своем желании кошельки не будут в суде, в степени в своей бинне, что и все пришли жить и здесь. Точно так же бюджет нашего города имеет такую же бинню. Поэтому прогнозировать на то, что мы получим через месяц, через год или через сам полгода, я, к сожалению, не могу. Но мы исходим из реальности. Точно так же с такими же проблемами, что мы понимали, сегодня к нам приходит и одесский кровать, и откурирует в том числе и торговлю, и сеть детского кровать, это все так же. То есть нам говорят, что если сегодня мы не остановим курс-кришеных стран, действенной ингредиенты, то вслед за этим всем вырастут энергоносители, вырастет то, и на коммунальные услуги, и на перевозки, и влашли на все. Просто хотелось бы, чтобы люди не понимали, что вслед за повышением вынужденных цен на те вещи, на которые мы сегодня пытаемся, как раздерживать этот курс цен, курс роста цен, необходимо, чтобы и социальная составляющая подтягивалась тоже под это. к сожалению, мы видим, что ситуация в этом направлении как раз обратная. Говорят о монетизации год, говорят о повышении, или уже даже, по-моему, приютера, повышение пенсионного возраста для женщин и так далее. То есть покращение, о котором так много говорили, оно, измерение, выглачается. Вот. И мы живем сегодня в той ситуации, которая есть. Мы говорим о том, и я хочу еще раз повторить, что если действительно будет получен гривен международного обедного фунта, и об этом говорят в нашей стране, и не сумеют стабилизировать гривен на 22-22, то в принципе 5 гривен на на проезд маршрутках это будет в режиме выживания мастер, не заработка, не преупнажения новых автобусов. Вы же знаете, что все эти маршруты, которые сегодня ездят в городе, и в которых ездят в Москве, они были закуплены в период хороший, в 2007 году. Люди получали кредиты, имели возможность за эти кредиты, и все эти машины кредитные. Кто-то выбрал, а кто-то еще не выбрал. То есть это был тот розовый период, когда можно было спокойно, стабильно взять релиз маршрутки. И можно, к сожалению, даже если мы будем душить наших перевозчиков, мы не сможем заставить и взять новый пак. Максимум, на что им сегодня хватает денег, это на просто то, что заправить, и у них зарплату и наложить. Вот и все. Даже не купим новые детали. В связи с подорожанием многие одесситы пересят на городный ракурс. Будет ли как-то увеличиваться, подвешиваться с нами? Я думаю, что прежде всего не только будет увеличиваться тот проект, о котором мы сегодня говорим, он, о котором Витя и говорил, нужно взять в аренду новых автобусов, но новые для Одессы. Так они, конечно, не особо новые, но эти 8-летние автобусы работали на маршруте в Европе. Я думаю, это достаточно хорошая машина, которая способна еще поработать в нашей стране. такое дарею, а пока мы не стабилизируем здесь ситуацию. Это, ввиду трамвая и трамвая. Да, трамвая и трамвая. Будем изыскивать средства из городского бюджета, кстати, привлеченные средства для того, чтобы поддерживать их в нормальном рабочем состоянии. К сожалению, стоимость одного трамвая порядка 40 миллионов, поэтому купить новые мы не сможем. Но вы должны знать, что мы сегодня обратились по всем городам подъем. Подготовили эти обращения и обращаемся, чтобы в сложной ситуации, в которой попал наш народ и наша страна, в том числе и наш город, может быть, в городах нам помогут кто чем может, кто подвижным составом, кто какими-то вещами, запчастями и так далее. То есть, за счет чего мы можем поддержать хотя бы те основные функции же и части нашего города. Какие конкретно цифры город получает от этих предпринимателей ежемесячно либо ежегодно? Назовите конкретно цифры и второе, чьим распоряжением упреждено повышение тарифа? Почему мы не дожидались заседания из полкова и не сделали это наоборот? По процедуре вопрос? По процедуре вопрос. По доходам расскажет директор департаментной экономики по процедуре введения тарифов расходят начальники по проекту по доходам. Хотел бы отметить следующее. Учитывая ситуация, в которой сейчас работают пассажироперевозчики, нельзя сказать, что доходы значительные. В связи с чем это связано? Если у них нет возможности купить на сегодняшний день ГСМ, то соответственно они не могут сюда должным образом заработную плату. соответственно уходить на соответствующий ПДФО и так далее. Все остальные налоги. Зарплата по перевозчикам, именно по нашим пассажироперевозчикам, которые осуществляют пассажирский перевоз, ввели сегодняшний день составляет 1400-1300 гривен, 1500-1600 гривен. То есть это не та зарплата, с которой город получает значительный доход. Более конкретные цифры я смогу подать немножко позже. это касательно налогов. Налоги незначительные. В норму тарифа закладывается то, что заработная плата, которая выплачивается водителем, обслуживающему персоналу, будет составлять порядка 3200-3900 гривен. Это та незначительная часть денег, которая вернется в городской бюджет в виде налогов. На сегодняшний день городской бюджет от тарифов 3 гривны очень мало поступает налогов. От нового тарифа, я думаю, что налоги будут хотя бы в 1,5-2 раза более. Более конкретную цифру я могу вам дать чуть-чуть позже. Я не могу конкретно сейчас сказать цифру. К сожалению, я более конкретно четкую цифру дам вам немножечко я бы вам рассказал как раз и собираетесь. Я могу добавить. Дмитрий говорит сугубо о налоге, которая идет в бюджет города, то есть о подоходном налоге заработной платы. Цифра, которая 12 перевозчиков городских без КП и без более 15 выплатила в бюджеты различных уровней за 2014 год составила 16 миллионов гривен. За 2013 год эта цифра была 13 и 2 десятых миллионов. Кроме того, я хотел бы обратить внимание на то, что в значительной степени мы все сегодня нуждаемся в мирной обстановке в нашем городе, Поэтому это незаметная работа, но она очень важная. Ту работу, которую выполняют перевозчики. Я не говорю сейчас о городских программах. Все городские программы, которые проходят в городе, они обслуживаются перевозчиками на благотворительной основе. Я сейчас говорю в частности о подвозе военнослужащих к местам дислокации различных мероприятий и довоз военнослужащих назад. То есть, вот, допустим, завтра футбол, казалось бы, вот как перевозчиков касается эта тема. Вот завтра на футбол выделяется 9 автобусов с 3-х точек, обращаем внимание. Это на Филатово-70, Промышленная-22 и на Старокийская дорога. Аж вот с этих точек завозят работников МВД и на место прохождения мероприятий и назад. Вот эта ситуация на каждый день. То есть, любая ситуация МВД отслеживается, где какая информация и перевозчики обеспечивают транспорт для доставки военнослужащих. Значит, в части касающейся тарифа по процедуре. По процедуре именно тариф на маршрутных такси он не согласовывается, не принимается исполкомом городского совета. На исполком городского совета принимается тариф на автобусы, которые работают в обычном режиме движения. То есть, маршрутное такси есть методика, рекомендованная методика расчета тарифов и перевозчик вправе принимать обоснованные тарифы сам, без решения городского совета. Почему в данной ситуация говорит в отношении того, что мы согласовали тариф? Этот согласованный тариф держалась достаточно долго. Сегодня можно говорить о истории тарифа. Немножко опаздывали с этим тарифом. Сейчас эта ситуация сложилась, она достаточно сложная, но тем не менее порядка по крайней мере больше месяца был диалог с перевозчиками и ситуация сдерживалась. То есть согласно договору перевозчика с заказчиком услуг, которым является городской совет в лице департамента транспорта, в данной ситуации перевозчик имеет право поднять тарифы без согласования. То есть это его право. Но учитывая то, что перевозчик живет в этом городе достаточно уважительно относится к власти. То есть вот это все тянулось до последнего момента. Тогда уже город и вот в частности мы делали постоянные каждое утро выпуски, мы отслеживали сколько остается подвижного состава, как за каждый день мы можем сказать. То есть эта цифра наращивалась. Она была, ну короче говоря, вот то, что в Рейтолизбетч она достигла 300 единиц подвижного состава. Это та техника, которая встала сугубо по технической неисправности. То есть то, что можно было сделать вчера, ну бомба полетела, так сказать, вот ее можно было покупать, но вот сейчас уже не купили. То есть практически зарабатывали себе значительную степень. это дистоплива. То есть если средний уровень заработной доходы от 1100 до 1500, то средний расход топлива 45 литров. То есть практически вот это дистопливо съедало все остальные деньги. И когда уже город увидел, что практически если тянуть еще ситуацию, вы же обратили внимание, ни один перевозчик нигде не озвучил, вот мы завтра встанем, вот потому что мы вот как бы... То есть практически все время это шел в диалог. Когда мы уже увидели о том, что мы тормозим процесс и может произойти как это было в 93-94 году, но молодые люди не помнят, а люди уже в возрасте помнят, когда трамвай практически прекратил свое существование. Потому что незначительная отстация с бюджета и отсутствие платы за проезд. Поэтому чтобы не повторилась эта же ситуация, то есть вот эта мера, которая абсолютно не в восторге и не мы, не те же перевозчики, она... вот это сделано. И на КАЦ, пожалуйста, вопрос. Вопросы. Один из них почему? А можно что-то в следующем? По-любому, среднее напомняет на этот день, среднее собирает на этот день, сколько они собирают, сколько нужно на этот день, чтобы остыть выкроет. И второй, каждый раз, когда принимаются цены на проект, встает вопрос повышения качества обслуживания, но вместе с тем ничего в этом направлении не меняется, но очень много можно рассказать, что, как собирается город Работа-Семеновщик, потому что все-таки водители перестали отцелывать одно и еще в другой город и два, по телефону, слышали пассажиров, не хамили, не простая, не ходили, не ходили, не остановили, застали, не помню. Ваши сердца запутыки? Да. Слава. Уважаемые коллеги, Георгий, директор научно-праведовственного центра экономики, мы делали эти расчеты. Значит, по каждому конкретному маршруту я вам оставлю, кто интересуется своей координатой, может, вы все на меня, по каждому конкретному маршруту, покажу, наполняем вас автобусом, по каждому из маршрутов мы делали расчеты на основании актов обследования пассажирова, которые проводились с участием общественных организаций и так далее. Мы выпринестили для того, чтобы была понятная ситуация, мы большим автобусом дам трагедию, потому что они используют 40 литров, 42, 42, 45 литров международного на 100 километров пробега, это очень большая ность. У нас в основном работают Богданы на 100 километров средний маршрут автобус работаем средний маршрут делаем 220 километров в турбега 1,2 220 километров перевозят достаточно большие калибрания по разным маршрутам понимаются что маршрут перевозят но на хороших маршрутах он перевозит 500 на 600 я имею в виду что вы заплаты так далее на 100 на хороших маршрутах по хорошему графику он перевозит 500 до 600 процентов то есть его выручка составляет подчеркиваю на хорошем маршруте 1500 1800 литров легко посчитать что на 220 километров он тратит примерно 53 литра только горючего я не говорю о горючих смазочных материалах подчеркиваю только соляр и стоит это 1300 1400 целеное соляр уколебается каждый день 1300 1400 гривен вообще на все остальное в лучшем случае остается 200 400 гривен для справки если вы не поленитесь уважаемые коллеги и откроете любую учебник по экономике автомобильного транспорта хотя бы на уровне колледжа там сказано что удельный вес у нас сейчас по расчетам мы закладывали как сказали 45 процентов горючих смазочных материалов а вообще по норме считается 30 35 и вот посчитайте что если эта сумма составляет 35 процентов то среднее значение тарифа при нормальной работе как по книжке должно превышать 6 гривен для справки коллега говорил о Харькове там сегодня 4.55 вчера сообщение харьковская мэрия приняла решение уже вот вместе с нами повысить тариф на гривну полторы то есть минимальный тариф в Харькове будет 6 максимальный 7 вот я еще раз говорю кто хочет подробно ознакомиться с расчетами по каждому материалу которые есть милости прошу пожалуйста звоните договариваемся приезжайте никакого секрета в этом нет все вам будет показано и по качеству обслуживания вот я тоже я прошу приседе Валерий Сергеевич конечно на свете куча но я скажу то господин совершенно правильно сказал я говорил это еще давно раньше это тариф выживания это тариф который позволяет сохранить то уровень качества обслуживания который у нас будет мы не будем приобретать новые автобусы не заложенные деньги а я прошу прощения а вот что касается это я говорю относительно технических и экономических возможностей что касается вопроса дисциплины водителей то это понятно давайте в этой ситуации мне хотелось обратить внимание что у нас 70% маршрутов автобусных дублируются маршрутами гор электротранспорта в процентное соотношение различное поэтому сейчас для того чтобы человеческий фактор всегда он был и остается что как бы существенного на мой взгляд что планирует город сделать то есть я хочу повториться вот те автобусы большой вместимости о которых мы говорим я считаю что вы знаете где чисто там где не мусор то есть это тот подвижной состав который во первых уже качество водителя там несколько иное это раз второе что вы обратили внимание что по этому вопросу выступал Дмитрий Александрович у нас уже с этой недели вот произошла та реорганизация когда КП автосервис и КП Десгор электротранс работают под одним предприятием КП Десгор электротранс то есть и сегодня уже 70 единиц подвижного состава автобусом выпускает КП Десгор электротранс и вот эти автобусы о которых мы говорим это тоже будет идти под КП Десгор электротранс почему я делаю на этом упор во-первых сейчас многим пассажирам придется все-таки это достаточно тяжело 5 гривен мы это осознаем понимаем поэтому сегодня мы предлагаем тем людям которые пользовались автобусами все-таки обратить внимание на горле электротранспорта может быть потерять немножко во времени но выиграть в деньгах хотя город Одесса единственный город в Украине который имеет такое количество обособленных трамвайных путей вы знаете что в определенное время суток что можно быстрее добраться на трамвае в частности обособленные пути на поселке Котовского и на фонтанском направлении и на Черноморской доволе поэтому сегодня есть задумки первое что соединить поселок Котовского с центром города это не только задумки уже Григорий Александрович заказал проект этот проект готовится и как крайне мере Азбиштейн говорил неделю назад он уже на выходе то есть это позволит пассажиру непосредственно беспересадочно доехать до ЖД вокзала как мы предполагаем вторая сторона вопроса на трамвай мы говорим о трамвае с поселка Котовского с Паустовского конкретно с кольца Паустовского до предполагается проект мы говорим чтобы доехать до ЖД вокзала поэтому с точки зрения культуры обслуживания вот опять под текстик КП здесь Горэлектротранс смотрите мы говорим сейчас вы видите например тоже 9 маршрут работает автобус работает троллейбус вы обратили внимание наверное что уже автобусы и троллейбусы работают в общем расписании движений то есть сегодня там уже нет гонки между автобусом и троллейбусом они работают в едином расписании сегодня ну кто-то если мне сможет возразить что вот на 9 троллейбусе плохо там мы плохо обслуживаем пассажиров вот можете скажите я к тому хочу сказать то есть вот такие шаги то есть понимаете просто так скажем человеческий фактор был и будет с людьми надо работать но я считаю что здесь главное чтобы город определил город определил программу и вот так точечно идти по этим вопросам то есть убирать факторы где может мог бы работать вот тот раздевдя или тот грубия или еще те люди с которыми сложно работать поэтому я привожу примеры сейчас мы говорим одним словом вот таким методом мы постепенно плавно сведем в одно общее расписание движения работу горлифтокранспорта и пассажирско-автомобильного транспорта в той части где это можно сделать и все это позволит естественно улучшить культуру обслуживания пассажиров Вы обратили два вопроса? Да Скажите пожалуйста повышение ценно-проезд происходит в условиях понижения дохода населения здесь с этим многими экспертами прогнозируются ситуации при которой будет уменьшаться пассажиропоток значит маршруты транспорта в связи с этого существует ли вероятность того что будет уменьшаться количество транспорта которое будет обслуживать население я имею в виду маршрутный такси и второй вопрос существует вот тоже есть информация о том что маршрутные перевозчики пользуются заправляют бензин в таких же самых условиях как и обычный частный транспорт то есть есть ли какой-то механизм скажем так проведения переговоров с автозаправками с поставщиками топлива о том чтобы как-то уменьшить может быть или предоставить перевозчикам какие-то льготы к первому вопросу понимаете мы все прекрасно знаем что маршрутная сеть в городе она нуждается оптимизацией потому что как бы развивалась с одной стороны она развивалась хаотично то допустим автобусная сеть развивалась по бизнес-схемам горелектрранспорт развивался по старым традиционным так сказать документам и что привело ну как бы оно всегда было бы выдачным но закон о горелектрранспорте не предусматривает убыточность этого предприятия ну и любой как бы бизнес он не предусматривает убыточность поэтому сегодня мы работаем над этим вопросом с точки зрения оптимизации маршрутной сети вот сейчас мы например выносим на конкурс ближайший который у нас будет есть два перевозчика есть перевозчики на студии есть перевозчики автотрансукраина у одного 117 маршрута у второго 133 маршрут и тот и тот еле-еле умирающие маршруты то есть мы выносим объединяем в один маршрут и на паритете то есть 50 на 50 это позволит как бы перевозчику себя лучше чувствовать экономически и таким методом мы идем как бы вот по маршрутной схеме города громадная проблема у нас там где нет сегодня трамвая и троллейбуса который практически в социальном ну обычном режиме движения работает это вот в отдаленных районах города надо конечно рассматривать и внедрять систему запуска автобусов в обычном режиме движения но вчера вот на этом совещании нам уже говорили стоимость автобуса в обычном режиме 50 копеек вы же сами понимаете что сегодня это цена поэтому а это то что регулируется законодательно мы планируем рассмотрение сессии как вы этот вопрос выносите с полковной сессии то есть вот такие как бы примерно методы с точки зрения работы по по топливу крупными перевозчиками эта работа ведется по крайней мере три перевозчика которые крупные у них есть они работают все с боком и есть определенная так сказать ну договоренность и через предприятие выдаются талоны то есть по в зависимости от стоимости на стеле есть определенная система отработана по крупным предприятиям еще одно уточнение скажите какое количество населения вот обслуживают маршруты и транспорт и средства и речь идет по сравнению с остальными условно говоря есть социологические исследования что 50% одесситов из общественного транспорта пользуются маршрутками еще часть личным автомобилем еще часть горэлектротранспор пользуются вот какое количество у нас на сегодняшний момент всего маршрута входит ежедневно в среднем на линию и какое количество населения они обслуживают есть ли информация такая есть статистика по этому вопросу по количеству подвижного по количеству подвижного состава на линию ежедневно выходят в штатной ситуации выходят 1200 автобусов и 204 единицы горэлектротранспорта вот такое соотношение значит соотношение если говорить по по статистике перевозки я не могу сказать не хочу просто да я просто смотрел управление статистики у них тоже нет информации нету 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 на линию я не могу сказать ощущается в связи с подорожанием греха маршрутка возможно отток пассажиров в сторону города электротранспорта и какова ситуация с какого сходства 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 и вот это уже чувствуется и сегодня пассажир перешел на остановку трамвая вчера уже вы замечали что перегруженные остановки трамвая троллились с точки зрения пятого трамвайчика ну наверное трамвая сходства вы скажете планируется работать по разворотному кольцу в Аркадии поэтому мы об этом уже много раз писали и говорили поэтому только эти работы будут закончены планируются закончить эти работы как лифтопроводного сезона так и будет чемпионат закрывать спасибо а он не будет до этого ходить как раньше ходил в вагончиком то есть по процессу нет нет он по старой схеме нет то есть во временном вот сейчас просто я вижу что например очень много людей по французскому пару есть эти маршрутки и автобусы большую вместимость и так что какое-то время я думаю что это напряжение будет в таком всяком случае на сегодняшний день мы на французском бливаре на остановках мы видим большого скопления людей потому что есть параллельный маршрут который идет по проспекту Шевченко и это зона достигаемости для пассажиров для того чтобы пройти 300 метров для того чтобы пересесть на параллельный маршрут пока что скажем в такой острой ситуации мы не наблюдаем у меня вопрос все-таки вы сказали про эти 200 автобусов уточните пожалуйста кто этот инвестор который пошел так навстречу города и о каких суммах идет речь что касается с инвестором это мы сейчас говорим о 60 это 5 автобусах которые он закупил и мы возьмем в аренду вот а остальные 140 единиц это автобусов если этот эксперимент будет удачным а мы надеемся что так и будет вот это тогда это уже мы на фоне этого будем видеть по какому это пути мы будем идти по пути лизинга либо по кредитованию либо в аренде и так далее мы сейчас не говорим об одном инвесторе мы сейчас говорим о том что есть маршруты на которые надо завести автобусы к большой вместимости и по нашим подсчетам это не меньше чем на 200 единиц автобусов это не говорится что это кто-то один закупит все эти автобусы ведет кто уже кто сейчас кто купит 65 автобусов я же говорил что переговоры ведутся с берлинским автопарком то есть это берлинский автопарк нас финансирует он не финансирует он в аренду передаст на эти автобусы на прямой или через какую-то коммерцию ну тут юридическая составляющая директор департамента нам готовят обоснования чтобы для города было с минимальными рисками пока что мы ведем разговор о том что эти автобусы должны прийти к нам без каких-либо финансовых гарантий со стороны мы заключаем договор берем аренду эти автобусы расчеты определяем экономические обоснованные выставляем их на маршрут на общих основаниях по тем тарифам по которым работают все остальные и смотрим будет финансовый результат вроде бы прочитали если гривна стабилизируется на том власти на котором я говорил ранее то наверное все-таки это будет хороший удачный опыт но посмотрим большое спасибо сейчас последний вопрос и все уточнение перевозчики могут поднять тарифы без согласования на маршрутных такси потому что на маршрутных такси при наличии расчета при наличии обоснования есть методические рекомендации по расчету тарифов эти методические рекомендации имеют определенные каноны то есть это изначально форма изучения пассажиропотоков на основании изучения пассажиропотоков потом есть составляющие затратного механизма доходного механизма И мы говорим, что рассчитывается тариф. То есть они этот тариф предлагают для рассмотрения. То есть в данной ситуации не нужно решения исполкома. То есть предлагали 12, но сошлись на 5. Ну сошлись, да, сошлись, потому что вот в этих расчетах, которые мы говорим, что-то мы посмотрели, что-то посмотрел Дмитрий Дмитриевич. То есть вот на этом мы можем сэкономить, вот на этом не можем мы сэкономить. Вот мы сказали, ну без дистоплива никак не поедем. Ну как бы составляющая амортизационная, ну вот она такая. И уровень инфляции, ну никак мы на этом не сэкономим. Да, мы заложили. Вот что-то оставлено. То есть поэтому такой разброс очень большой получился. Кто-то требовал 12, кто-то 10. Вот этот диалог очень много. Все на самом деле элементарно просто, знаете, это как в любом тарифе. Те племени, которые предлагали перевозчикам вчера 10-12 гривен, они же тоже обосновывали своими какими-то нужными. У кого-то эти автобусы находятся в кредите, в каком-то МХ-банке, где хозяин получил рефинансирование и избежал, понимаете. А у человека проблемы остались. Он понимает, что ему это отбить, ему нужно нам 10-12 гривен, к примеру. Другой наоборот говорит, потому что у него подвижной состав сегодня уже на исходе износа находится. И ему необходимо купить там новый мотор, там новые колеса, условно говоря. Для того, чтобы вот этот проблем организовать, ему надо там 10-11 гривен, к примеру. А мы им говорим, нет, ребята, значит, давайте так. Вот зарплата, вот налоги, вот бензин и горючий смазочный материал, условно говоря. Все, вот этот тариф, вот на основании вот этих позиций, без вашего развития, с вашим заработком на размере 25 копеек, допустим, и все. Значит, и на этом точка. Хотите, катайтесь, и терпите, ждите дальше. Не хотите, значит, ну тогда идите. Вот такой был вчера жесткий диалог. Вы, конечно, не приглашали, значит, но послушать нам было. Все, вопросы, спасибо вам большое.